Здравствуйте! Эфир своего ТВ продолжает новости в студии Екатерины Сегида. И вот главная тема, о которых расскажем в этом выпуске. Повысить свою квалификацию на Ставрополье приехали 75 педагогов из Луганской Народной Республики. На уроки для учителей побывала и Анастасия Зубрицкая. Водные процедуры без вреда для здоровья. Безопасна ли на Новотроицком водохранилище, проверила Кира Мартынова. Часто наши журналисты возвращаются со съемок с необычными приобретениями. Мой улов на сегодня – вот такой вензель. Откуда он у меня? Смотрите в сюжете Виктории Шкальной. Идем дальше. 75 учителей из Антрацитовского района Луганской Народной Республики приехали на Ставрополье. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Владимиров. У нас педагоги будут учиться и повышать свою квалификацию. За парту села и Анастасия Зубрицкая. Дальше мы делим опять. У нас будет либо хорошая погода, либо отличная. Урок математики на первый взгляд обычный. Но это не совсем так. За партами не школьники, а учителя. Просто сочувствуешь детям и начинаешь понимать, что детям очень трудно. Потому как трудно и нам перестроиться, сесть за парту, учиться, думать. Но приятно. Путь к новым знаниям Елены Анатольевны и всего учительского класса длился больше 7 часов. Это примерно 400 километров. Учиться на Ставрополе приехали из Антрацита и Антрацитовского района Луганской Народной Республики. Мы надеемся, что еще за оставшиеся дни мы еще больше узнаем. Сегодня уже информации достаточно, поэтому мы довольны. Это только первый день и первый урок для учителей. Повышать квалификацию в Ставрополе педагоги будут всю неделю. Занятия проходят и для учителей географии, биологии, технологии, иностранного языка и информатики. Азы управления квадрокоптером осваивает учитель информатики Светлана Викторовна. Для меня это первый раз, как игрушка в моих руках бывает. Первый раз у нас такого нет. Хотелось бы с таким работать. Ну да, уже да. Мне понравилось, так что можно. Они знакомятся с современными технологиями, федеральными стандартами образования, получают новые знания. Повышать квалификацию приехали 75 учителей из Луганской Народной Республики. Обучение проводится по профессиональным программам, которые включены в федеральный реестр. Содержание программ предполагает не только теоретический блок, но и практический блок, а также посещение школ города Ставрополя. Это только первый поток. Всего же до конца лета обучение на Ставрополе пройдут 300 человек. Сотрудники школ, педагоги-организаторы, психологи и воспитатели детских садов. Учиться всегда нужно, потому что это развивает, прежде всего, чтобы детей чему-то новому научиться, нужно самому научиться. Для нас это большая удача и, конечно, большой вызов, чтобы мы соответствовали тем надеждам, которые на нас возлагаются. Работа с различными современными технологиями, которые нам демонстрировали в дистанционном обучении, я безумно жду. Различные микроскопы, всевозможные датчики. В общем, я этого жду для того, чтобы потом реализовывать у себя. Месяц назад наш регион взял под шефство город Антрацит и Антрацитовский район. Было подписано соглашение о сотрудничестве. Подготовка учителей – один из этапов большой работы, а знание – золото. В этом убедились Анастасия Зубрицкая и Владимир Ходорев в Ставропольском телевидении. Несмотря на временную непогоду, купальный сезон на Ставрополье в самом разгаре. На выходных, на пляжах и базах отдыха не найти места. Новотроицкое водохранилище в числе самых посещаемых. Сотрудники госинспекции по маломерным судам вместе со спасателями провели очередной профилактический рейд по безопасности. С отдыхающими пообщалась и Кира Мартынова. Это больше похоже на кадры приключенческого фильма. Гордый капитан смотрит в бинокль и ищет остров сокровищ. На деле инспектор госинспекции по маломерным судам регионального МЧС высматривает нарушителей. Акватория Новотроицкого водохранилища – 18 квадратных километров. Самая горячая пора в купальный сезон для спасателей и сотрудников ГИМС наступает по пятницам и на выходных. Тогда специалисты выходят на воду по несколько раз в день. И вот инспекторы замечают гидроскутер. Водитель вроде в спасательном жилете, но документы проверить стоит. Все правила соблюдаем, какие нужны. Мы вообще здесь проживаем, спускаемся, катаемся, отдыхаем. Новотроицкий водохранилищ. Часто? Часто. А вот в лодке со взрослыми ребенок. Все в спасательных жилетах, но на девочке он неправильно надет. Лямочки должны быть здесь пропущены, внизу. Чтобы ребенок, если упал в воду, с него жилет не смог соскользнуть. Понимаете, да? Да, конечно. Да, потому что жилет универсальный размер и может произойти всякое. Хорошо, что сделаем. Сознательным оказался и следующий любитель прогулок на катере. Проще не нарушать правила, чем потом будут проблемы. Поэтому я законопослушный человек. Чем меньше проблем, тем легче жить. Тем более вода ошибок не прощает. Не только на воде, но и на берегу сотрудники МЧС ведут профилактическую работу с отдыхающими. Раздают специальные памятки. Так как у папы есть лодка, то есть вы, молодой человек, тоже должны знать все права и обязанности, которые необходимо выполнять на воде. А также мер безопасности. 13-летний Артем и без памяток правила знает. Говорит, научил отец. Надо не баловаться, иметь средства защиты, то есть жилет спасательный. А это городской пляж Солнечнодольска. Помимо таких рейдов, за безопасностью отдыхающих здесь постоянно следят спасатели. Дно чистится водолазами, все как положено. Сегодня вот чистили. Траву убирали, тут заросшее все было, все поубрали. Отгородили зону для купания детей. Снижению количества происшествий на воде помогает и активная профилактическая работа. С аналогичным периодом прошлого года статистика снизилась на 62%. То бишь АППГ у нас составляет 17 человек, из них четверо детей. У нас в основном гибель, случаи гибели людей на водных объектах составляют необорудованные, запрещенные места для купания. Между тем региональный Роспотребнадзор расширил список разрешенных для купания водоемов. Теперь их в крае 30. Напомним, губернатор Владимир Владимиров поставил задачу усилить меры безопасности на таких объектах и предусмотреть места для спасателей и медиков на пляжах. Рейды же планируют проводить еженедельно до конца купального сезона. Освежились в жару и прокатились с ветерком Кира Мартынова и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. У ставропольцев вырастет зарплата. Такая задача в приоритете у краевых властей. Об этом говорили на заседании Координационного совета по обеспечению экономической стабильности. Его провел губернатор Владимир Владимиров в режиме видеоконференции. Как прозвучало, устойчивый рост экономики позволяет увеличить бюджетные расходы. Также глава края призвал руководителей муниципалитетов активнее использовать бюджетные механизмы, предложенные президентом России для ремонта школ, обновления дорог и благоустройства. На сегодняшний день в части экономических показателей мы стабильно с вами развиваемся. Вы знаете, мы принимаем увеличенный бюджет расходов и доходов Ставропольского края. Большую часть направляем на выплату зарплат нашим с вами землякам, потому что сегодня нет ничего важнее, чем поддержать человека в сложной ситуации. Поверьте, человеку сегодня сложнее всего в состояниях неопределенности, в состояниях финансовых проблем. Это будет большая проблема и большая наша с вами задача поддержать каждого человека. Ну и, соответственно, поддерживать, конечно, покупательский спрос. Рисунки металла в Изобильницком округе благодаря соцконтракту мастер ковки превратил хобби в заработок. О духовном настрое в работе и собственном опыте на станке расскажет Виктория Шкальная. Это наподобие кузнеца. Николая Ермолаева можно смело считать преемником кузнеца. Только ремесло в этой мастерской скорее заменяется творчеством. Рисовать металлом мужчина начал просто в удовольствие и для украшения собственного дома. Было желание, конечно, очень большое дома работать и создавать какие-то изделия красивые, чтобы радовать людей и преображать наш мир. Делаю отдельные узоры уже. Узоры я уже придумываю, сочиняю сам, сопоставляю материалы. Все получается красиво. Людям нравится, мне нравится. Для строителя Николая металловедение и конструирование науки не чужие. Переехал на Ставрополье более 30 лет назад с Урала. В нашем регионе строил храмы. Вот и эту церковь в уже родном хуторе Широкобокове тоже построил Николай. И после отделки внешней решил украсить здание изнутри. Мы украшаем, мы же от себя украшаем, все самое лучшее в храм даем. Поэтому стараемся для Бога, чтобы показывать свое отношение к Господу нашему. Было желание как-то запомнить пустоты, которая у нас под иконами Спасителя и Божьей Матери была. Ну вот оно в виде креста сделано, такое, что оно под это патиновое золото, обрамлено краской. В течение нескольких лет нарабатывал опыт, увеличивал знания и сам конструировал станки. Со временем работать вручную с металлом становилось все сложнее. И вот Николай узнал от знакомых о соцконтракте. Собрал нужные документы, составил бизнес-план и получил 250 тысяч рублей. На эти средства Николай приобрел материалы и новый станок. Интересный станок наш, производитель отечественный. Очень мне нравится, надежный и производительность хорошая. Но я очень доволен этим станком. Орнаменты для заборов и декора дома, детали для мебели и многое другое. Узоры мастер придумывает всегда сам. Так из одних и тех же заготовок могут получиться совершенно уникальные украшения. Этот массивный аппарат на самом деле инструмент искусства. Вот декоративное сдавливание, замятие, лапки. Сейчас мы вместе с мастером попробуем из этой заготовки сделать что-то красивое. Расскажите, пожалуйста, что мы делаем? Устанавливаем, да? Ну, сейчас делаем завиток, да, под элемент валюты. Так, что мне делать? Спокойно, не этот самый. Руки никогда не на ход материала не ставим. Ставим только сверху. И надавливаем. Потихоньку нажимайте на. Спокойно, спокойно. Все, стоп. Все, все. Все? Назад. Возвращаем эту кнопку назад. Еще, еще возвращаем. Все, расставайте. Вот такая красота у меня получилась. Напомним, губернатор Владимир Владимиров в своем ежегодном послании отметил. В этом году на Ставрополье планируют заключить более 4 тысяч соцконтрактов. На эти цели направили 600 миллионов рублей. Превратить творчество или любимое дело в заработок могут люди, доход которых ниже прожиточного минимума. А еще попавшие в трудную жизненную ситуацию или потерявшие работу. А желают процветания в создании вензелей Виктория Шкальная и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Ну, а это все новости к этому часу. Еще больше их на нашем сайте stv24.tv. Заходите, там интересно. Также не забывайте присылать ваши вопросы на наш номер и подписываться на страницы своего ТВ в соцсетях. Сейчас Алексей Форсиков расскажет о погоде, а я же с вами прощаюсь. В студии была Екатерина Сегеда. Всего доброго. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на вторник, 12 июля. В центральных территориях края комфортная погода. Облачно, с прояснениями, без осадков. Воздух прогреется до 29 градусов. Ветер 2 метра в секунду. И обратите внимание, солнце очень жаркое. Ультрафиолетовый индекс высокий. Световой день 15 часов 22 минуты. Магнитное поле спокойное. Калминводы. Вот там все еще прохладно. Не выше 23 тепла и небольшие дожди в Кисловодске и Сентуках. До плюс 25 и пасмурно в Пятигорске. Идеально в Железноводске. Плюс 24 облачно, с прояснениями. Север и восток края. Хорошая, жаркая и уже привычная погода. В Ипатово и Дивном облачно, с прояснениями, плюс 32. На востоке, в Нефтекумске, также облачно, с прояснениями и плюс 36. И, конечно, без осадков. На сегодня о погоде все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин